Валентина Викторовна, добрый день. Расскажите, много ли людей обращаются за вакансиями на завод имени Малышева? В общем-то, завод Малышева, как и весь Харьков, вся Украина нуждается в рабочих кадрах. Обращения у нас идут. Мы тесно сотрудничаем с областным центром занятости по приему на работу. В частности, с областным центром, с городским центром, а также через областной центр с центрами районами Харьковской области. У нас планируются ежемесячно выездные ярмарки вакансий, где присутствуют представители отдела кадров. Порядка 96 вакансий рабочих кадров на сегодняшний месяц потребности. Также мы ведем с областным центром занятости переобучение, вернее обучение на рабочем месте рабочим специальностям. Мы используем для работы выпускников наших училищ Харькова, Харьковской области. Базовое наше училище 6-е, которое подготовку. Практически все вузы города Харькова охватываем. И колледжи. Практику ведем как базовое предприятие. По итогам практики с высшими учебными заведениями оформляем трехсторонние договора. Также практикуем студенты 4-5 курсов, которые имеют дипломы бакалавра. Мы принимаем их на работу. Где-то как-то, возможно, рискуем, но доверяем быть им сразу и мастерами производственных участков. То бишь база роста для молодых людей, которые закончили вузы на предприятии у нас есть. Предприятие во многом требует притока молодых людей кадров. В общем-то доверяем их. И причине 3-4-5 лет работы на предприятии, вот буквально вчера произошло у нас назначение на руководящие должности из числа молодежи два начальника цеха. Причем ведущих цехов. Расскажите, есть ли какие-то услуги по переквалификации, допустим, специалистов других заводов или вузов? Да, это у нас тоже пользуется. У нас есть отдел, подразделение, которое этим занимается, переквалификация, возможность обучиться любой другой специальности. И даже работая у нас на предприятии уже работая, ну скажем, он мастер участка, а хочет для себя освоить работу, ну токаря, фрезеровщика, газорезщика, газоэлектросвальщика и ряд любых других рабочих. В параллель работая на предприятии можно освоить другую рабочую профессию, которая тоже будет внесена в трудовую книжку, отражена, что освоил вторую профессию. И далее работая, скажем, мастером или технологом, возможно работа по совместительству на заводе. Отработав смену, можно прихватить вторую работу по совместительству. И у нас руководство предприятия. С 4 марта у нас новый исполняющий обязанности генерального директора Владимира Михайловича Мазин. Прошло буквально пару дней тому назад подведение итогов работы за истекший месяц. Обещание директора выплате заработной платы за март в ближайшие дни. С 1 марта завершена работа по повышению оклада всем работникам. Пакет заказов у нас есть. Нужно настроиться всем на обращение директора, на серьезную работу. В общем-то есть надежда, есть заказы. Еще такой вопрос. Если к вам приходят молодые мастера, допустим, которые еще не завершили обучение, есть ли для них специальные программы, допустим, работы на полставки или неполный рабочий день? Да, предусмотрено у нас тем, которые еще учатся, продолжают учебу, совмещая учебу с работами предприятия, в принципе, предусмотрят гибкий график работы. По обращению. А сегодня много людей обращались к вам? Ну, сегодня довольно-таки много, но я хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом представительства факультетов машиностроительного профиля немного меньше. В основном это были химики, но химики непрофильные для нас, потому что это единично. Химики, высокомолекулярники, химики пластмасс, в общем-то для завода это применимо в малой части. В прошлом году было представлено больше. Была представлена метрология, было представлено машиностроение в плане кафедры резания металлов, то, что нам необходимо, интегрированные технологии. Ну, больше как-то, не знаю, мне кажется, что в целом менее было на ярмарке вакансий именно этих специальностей.